Спасибо. Я сейчас вам представлю проект, который нуждается в развитии и добился некоторых успехов. Проект «Соседи» — организация городских экспертов. Прежде всего хочется сказать, что «Соседи» являются объединением городских экспертов, которые могут обсуждать на своей площадке различные проблемы, связанные непосредственно с городом, социальные проблемы. При этом проект не является политическим, потому что на фоне протестной активности очень многие блогеры, например, используют социальную тематику для активизации, в том числе москвичей. В данном случае проект не то что никак не связан, то есть он активирует свое внимание на социальных проблемах, транспорт, ЖКХ и так далее. Он является такой дискуссионной площадкой, вы можете зарегистрироваться на этом сайте, ну или можете не регистрироваться, участвовать в дискуссии, оставлять комментарии по каким-то проблемам, обсуждать их, привлекать экспертов, привлекать сервистов, которые могут вам дать ценные советы по поводу ваших проблем. Собственно, зачастую москвичи сталкиваются с проблемами, когда они не могут найти какую-то информацию по поликлиникам, детским садам, школам. То есть вот у нас в интернете так не структурирована эта информация, что москвичи зачастую нуждаются в какой-то площадке, где они могут осуждать данный вопрос. И вот этот проект как раз на цели, в частности. Проект «Соседи» на цели выполнять несколько задач. Во-первых, ну как я уже говорила, он на цели на организацию, на рост саморганизации и на активизацию какой-то гражданской активности, гражданской позиции, на объединение москвичей, которые зачастую очень разрознены, не желают знакомиться друг с другом, не желают общаться. Сейчас популярными становятся там цели Твиттер, ЖЖ, но Твиттер в основном, да, которые являются площадкой такой флешмобовой активности. «Соседи» как раз нацелены на то, чтобы сделать коммуникации между москвичами более структурированными, постоянными, как-то познакомить друг с другом живущих рядом людей, потому что зачастую мы даже не знаем, кто живет на соседней лестничной клетке или даже в соседней квартире, потому что мы не общаемся, не сталкиваемся никак с ним. Кроме того, данный проект нацелен на то, чтобы помогать в решении различных вопросов с привлечением экспертов, юристов и так далее. И в целом он может выполнять такую важную функцию, в частности, для развития какой-то демократии, которая осуществляется за счет развития самоорганизации, чего у нас не хватает. Структура проекта выстроена следующим образом. Есть несколько приложений. Три из них «Соседские новости» — «Горячие точки» и «Соседи» в действии. Соответственно, каждый отвечает за свое определенное поле. «Соседские новости» — там публикуются различные репортажи, которые привозят различные новости по каким-то локальным темам проблемным. Это, в частности, то, о чем говорил Тимур, когда у нас не хватает местных СМИ, они, скажем так, непопулярные, им никто не пользуется. И поскольку сейчас молодежь, например, ну и даже представители, люди среднего возраста, они большое время проводят в интернете, тем, конечно, удобнее получать информацию с электронных источников. И как раз «Соседи» представляют такую возможность публикации различных проблем конкретно по вашему району, тем самым замещая вот эту вот площадку печатных, в том числе СМИ, которые практически никто не считает. «Горячие точки» — это раздел, в котором размещаются не просто публикации, а непосредственно аналитические статьи по каким-то критичным темам для москвичей, то есть это могут быть проблемы какие-то экологические, допустим, либо проблемы парковок, которые сейчас очень активно обсуждаются, в частности, в благосфере. Проблемы транспортные, пробки там, ну и так далее. То есть этот раздел нацелен на непосредственно уже решение каких-то проблем с поведением и анализом определенной проблемы, и какими-то экспертными комментариями, комментариями от юристов, и предоставлением непосредственно алгоритма решения проблем. Вот «Соседи в действии» этот раздел приводит примеры каких-то акций, то есть он, в принципе, нацелен на развитие, на самоорганизацию. В нем представлены примеры акций, которые проводятся с помощью, ну, при поддержке городских экспертов-соседей. Приводится комментарий юристов и экспертов, и далее расписывается алгоритм решения проблем, то есть как нужно действовать непосредственно. Допустим, да, когда вы как-то там, передовой москвич, сталкиваетесь с проблемами с органами муниципальной власти, или там с ЖЭКом, или еще с чем-то, с управляющей компанией. Еще три раздела «Соседство», «Соседские советы» и «Библиотека соседей». И про эти три раздела уже нацелить организацию более тесных коммуникаций между москвичами и соседством, представлять собой раздел, в котором зарегистрированные пользователи могут познакомиться с друг другом, просто обсуждать даже необязательно какие-то проблемы, которые их волнуют, но и, в принципе, делиться какими-то историями. В общем, коммуницировать в виртуальном пространстве, скажем так. «Соседские советы». Соответственно, данный портал позволяет получать совет не только от экспертов, юристов и так далее, но и непосредственно от зарегистрированных пользователей, которые могут поделиться каким-то своим опытом, поделиться оценками, например, тех же от муниципальной власти, оценками поликлиник, детских садов, школ и так далее. То есть что-то посоветовать, как-то выразить свою точку зрения. И в библиотеке «Соседии» как раз в ней представлены разделы, в этом разделе представлены документы по законодательным какими-то актами, которые регулируют посредственно деятельность москвичей в социальных сферах. И представлены научные статьи, научные книги, которыми можно воспользоваться, в которых указывается опыт международный, в том числе, как нам представят наши коллеги, по развитию локальных сообществ. Собственно, как я уже говорила, данная группа нацелена на развитие глобальных сообществ и нацелена на объединение по территоральному принципу москвичей и их соседей. В ней есть раздел, в котором представлено объединение по административным округам московским, в котором соседи этих округов могут познакомиться, пообщаться, поделиться каким-то опытом, поделиться жизнью, которая происходит вокруг них и обсудить это. Данный проект находится на стадии разработки. Организация соседских центров является довольно полезным и интересным. Мне кажется, что у нас не хватает какой-то такой самоорганизации. Соседские центры представляют собой дискуссионную площадку уже непосредственно не в виртуальном сообществе, а в оффлайне, когда соседи могут собираться где-то вместе, обсуждать какие-то вопросы, знакомиться друг с другом, решать какие-то проблемы, потому что зачастую требуется какая-то организация по проблеме ЖНХ, когда взаимодействуют с управляющими компаниями, или какая-то организация по строительству, по решению вопросов, которые касаются строительства, там рядом с вашей комплексом строится какой-нибудь элитный комплекс, который мешает, и ущемляет каким-то образом ваши права, вы волнуетесь, что же будет с вами дальше. И как-то соседи как раз представляют такую возможность пообсуждать и выразить свое мнение. И вот эти вот соседские центры предполагают создание площадки, которая может представлять собой, допустим, либо площадку в библиотеках, в библиотеках, потому что в микрорайонах очень много библиотек, которые используются, скажем так, не очень эффективно. В принципе, по статистике не очень большое число москвичей пользуют библиотеку, берут книгу, потому что этот ресурс является очень неразвитым, и кроме того, в принципе, многие пользуются электронными ресурсами. И, в частности, вот мы предлагаем организовать вот эти вот площадки либо в библиотеках, либо, например, в центрах социальной поддержки, в которых тоже фактически пространство, используются с этой точки зрения неэффективно. В этих театрах можно создать несколько залов. Один зал непосредственно под дискуссионную площадку, допустим, в нем можно предложить либо бесплатную аренду, либо аренду по довольно низким ставкам. И вот в этом зале, да, как раз могли бы собираться соседи москвичины коррорайона. Кроме того, в нем можно было проводить различные мероприятия, какие-то праздники, дни рождения, свадьбы. То есть в Москве все-таки сосредоточены люди с разным достатком. И, допустим, некоторым хватает материальных средств, чтобы отпраздновать свой день рождения в кафе, в ресторане, с названием. Допустим, если он зимой, нельзя издевать на природе. Либо же, допустим, квартира у кого-то маленькая, он хочет прогнозить там 30 человек. То есть есть такая потребность в предоставлении каких-то площадок. В частности, вот это можно было бы сделать именно на территории библиотеки. Кроме того, в соседских центрах предлагается организовать зал с доступом к интернету, свой файл, книги, столы. То есть чтобы можно было прийти, позаниматься спокойно, поработать или как-то швей свою позицию. не делая это долго. Да, но тоже потому, что дома с разными проблемами сталкиваемся и кому-то не хочется делать долго, у кого нет возможности и так далее. Чем еще занимается данный проект? Это предоставление юридических консультаций. Также москвичи довольно часто сталкиваются с этой проблемой. Я в качестве примера привела поисковой запрос в Гугле, когда вводишь юридическую презентацию. И очень много, судя по запросу, убеждают заплатить в юридической презентации по жилищным вопросам, по жилищным вопросам в Москве, по бесплатной юридическому консультации. И так влияет. Как раз позволяет задать какой-то вопрос, вывести проблему в определенное пространство и получить какую-то экспертную оценку и даже юридический комментарий с определенным алгоритмом действия. То есть у нас представлены примеры определенного алгоритма действия. Но я дальше расскажу несколько примеров. Кроме того, в отношении юридической презентации соседи могут выступать в качестве это было связующего с вина при взаимодействии москвичей и органов власти непосредственно развивает общественное сознание, скажем так, взаимодействие, которое у нас на самом деле не налажено и требует какого-то развития. Вот на нашем сайте представлен спектр проблем, которые можно можно заниматься, в отношении которых происходит любое обсуждение, даются какие-то экспертные оценки, комментарии, привлекаются низеры инициативных групп местного уровня, вот это разделы общества, транспорта, образования и так далее. И представлены уже готовые афетические статирки по безопасности детских площадок, созданию электронных, ну, каких-то проблем, связанных с поликлиниками, по электронной регистрации это вот инициативы, которые были запущены весной этого года, то есть они породили некоторые проблемы. По строительству, соответственно, то, о чем я уже говорила, это как защита архитектурных каких-то проблем, какие-то проблемы, связанные непосредственно со строительством жилых комплексов, рядом с вашими домами, ну, также это и решение проблем по сносу ветков жилья, по переселению из-за этажа и так далее. Экологические проблемы, которые связаны с строительством мусорно-рабатывающих заходов или с ну, какой-то модификацией, мутилизацией мусора. Вот. Также это проблема транспорта, которая связана как с общественным транспортом, там, с пробками, с парковками и так далее. Ну и многое другое. Также в самодействии с муниципальным органом власти и так далее.